здравствуйте тема сегодняшнего урока двоичная система счисления сегодня подробнее остановимся на ней и вспомним правила перевода чисел двоичную систему счисления хотя вообще-то вы должны его так уже очень хорошо знать а также выполнение математических операций таких как сложение вычитания умножения и деления мы вот начнем с перевода числа в двоичную систему счисления если переводить целые числа мы умеем очень хорошо уже достаточно давно то вот переводить дробные числа нам пока еще с вами не доводилось поэтому сегодня давайте посмотрим как это делается допустим необходимо перевести вот такой вот десятичное число у двоичную систему счисления то есть числе у нас есть дробная часть правило такое значит мы постоянно должны умножать это число на 2 при этом отбрасывать целую часть и дальше умножать на 2 давайте попробуем вот так записываем умножить на 2 умножаем у нас получается 4 6 здесь 0 опять умножаем на 2 у нас получается 8 здесь получается 12 12 написано так а теперь следующее умножение на 2 мы делаем как бы без учета целой части то есть единичку мы не учитываем умножаем только дробную часть 0,28 и у нас получается здесь вот 16 значит здесь будет 5 и и 0 так мы можем еще умножить на 2 криво значит получается 12 1 запоминаем 5 на 2 10 плюс 11 и вот так ну и в общем то мы можем так делать как вы понимаете сколько угодно бесконечно а потому что при переводе числа из десятичное в двоичную а дробная часть всегда представляет собой бесконечную дробь поэтому здесь мы можем записать только с какой-то определенной степенью округления до скольки это знаков но допустим остановимся на этом сколько у нас здесь получится знаков теперь мы должны все получившиеся целой части я сейчас их выделю каким-нибудь другим цветом вот у нас получилось вот целая часть вот целая часть вот и вот вот эти вот все единички и нолики мы должны записать вот в таком порядке а вот этот первый ноль он будет у нас как бы в целой части получается что у нас ноль целых а дальше ноль один ноль один ну давайте попробуем еще какое-нибудь число так перевести а допустим ноль целых а допустим ноль целых ну там 25 сотых значит мы умножаем на 2 получается 5 умножить на 2 это 10 здесь 5 здесь 0 снова умножаем на 2 так здесь получается 0 здесь будет 0 и вот так вот один ну вот и так у нас дальше пойдут 0 и потому что здесь у нас 25 на это дает не бесконечную дробь получается у нас вот этот 0 вот эта единица и дальше можно записывать нули в зависимости от того до какой его знака мы собираемся округлять в принципе здесь можно вот на этой единице остановиться и тогда получается у нас 0 целых а 0 1 мы и вот если мы дальше продолжали умножать на 2 он так вот все пошли бы нули их писать не обязательно так ну и вот смотрите если нам требуется перевести число в котором есть целая часть то есть она не равна нулю равна какому числу например 5 целых 32 сотых вот такое число нужно перевести в двоичную систему счисления здесь как мы делаем разделяем его как бы пополам на целую часть и на дробную часть вот и переводим отдельно переводим целое число переводим дробное число и потом записываем их через запятую ну вот дробную часть мы уже перевели а целую давайте переведем как мы умеем да здесь начали будет 4 остаток один здесь два так два остаток 0 здесь один вот нас получается 101 то есть в целой части будет 101 а дробной части будет 0101 то есть вот это вот то что мы сделали ранее вот таким образом и переводится в двоичную систему счисления дробные числа так ну а теперь давайте вспомним про основные математические операции начнем давайте со сложения которое самое простое допустим необходимо нам найти сумму двух двоичных чисел вот таких мы должны помнить правило если у нас 0 плюс 0 то это будет равно нулю если 1 плюс 0 это будет равно единице если 0 плюс 1 это тоже будет равно единице как математики а вот если у нас один плюс один посмотрите это будет равно нулю а единицы переходит следующий разряд если у нас складываются три единицы то это будет равно единицы и единицы переходит следующий разряд вот пользуясь этим правилам найдем сумму запишем два этих числа столбиком друг по другу и раскладываем 1 плюс 1 смотрим по правилу это у нас получается 0 и единичка еще маленькая переходит следующий разряд таким образом здесь получается три единицы значит сюда мы пишем один еще единицу переносим потом у нас здесь получаются две единицы значит этому пишем 0 и единичку переносим затем получается опять две единицы пишем 0 и единичку переносим и опять две единицы пишем 0 и оставшуюся единицу просто записываем начало ну вот то есть мы с вами перевели вот так получается так это сложение теперь вспомним как выполняется умножение в общем-то правило такой же как сложение допустим вот два числа нам нужно перемножить мы умножаем столбиком по правилам математики потом складываем по правилам двоичной системы счисления запишем эти два числа столбиком и вот смотрите действуем справа наберем у нижнего числа правую цифру единицы если у нас эта цифра равна единица то мы верхнее число просто переписываем потом берем следующую если это 0 то мы вместо верхнего числа все пишем 0 и следующая единица значит верхнее число просто переписываем вот но теперь все криво неудобно а теперь это все просто складываем так получается вот эта единичка сносится потом 0 потом идут две единицы значит это получается 0 и 1 сюда получается две единицы 0 и 1 сюда две единицы 0 и 1 сюда и опять две единицы 0 и 1 вперед вот таким вот образом так ну а теперь давайте рассмотрим деление деление мы вычитание потому что деление она связано с вычитанием вычитание мы раньше с вами не разбирали поэтому сейчас вот научимся как это делать значит необходимо вычесть вот такие два числа 101011 минус вот такое но опять же до записываем их столбиком вот когда мы выполняем вычитание мы будем занимать что-то из следующего разряда если нам не хватает ну то есть как вот если мы из единицы можем вычесть 0 это будет единица из единицы мы можем вычесть единицу это будет 0 а как из 0 вычесть 1 для этого нужно занимать из следующего разряда ну давайте посмотрим сначала у нас идет 1 минус 0 это получается 1 потом идет 1 минус 1 это получается 0 а вот дальше идет 0 минус 1 поэтому мы должны вот здесь вот занять то есть здесь у нас остается 0 а сюда переходит 2 как основание системы счисления вот и соответственно 2 минус 1 получается 1 здесь остается 0 минус 0 его пишем потом опять идет 0 минус 1 значит мои следующие занимаем сюда вместо единицы пишем 0 а сюда переносим 2 получается 1 а здесь мы единичку зачеркнули вместо нее 0 можно его не писать давайте еще попробуем потому что может быть непонятно вот такое число 1 0 0 0 1 минус так вот 2 единицы значит 1 минус 1 получается мой потом идет 0 минус 1 и смотрите занимать из дальше здесь нет куда-то связи идут нули мы можем занять только вот отсюда значит здесь остается 0 потом смотрите как вот в этот разряд который нам нужен мы ставим двойку вот в эти во все ставим единицы мы получается у нас 2 минус 1 1 тут все эти единички сносится а здесь 0 напишем вот так выполняется вычитание так теперь давайте сделаем деление допустим нам необходимо разделить вот такое число я сразу запишу столбиком чтобы не переписывать вот на такое число значит смотрите мы должны то число на которое делим записать вот сюда вниз и вот как его записать смотрите если я просто вот так его запишу это будет неправильно потому что вот давайте посмотрим вот у меня верхняя вот это получилось меньше чем нижняя то есть так нельзя нужно чтобы число было записано под большим поэтому сейчас все возвращаю записываем эти три единицы вот сюда то есть как бы не 0 единицы чтобы они у нас оказались вот где вот вот под таким числом то есть 1010 больше чем 111 ну и соответственно здесь мы ставим единицу потому что делится да а здесь вычитаем вот эта единица сносится здесь будет 0 минус 1 значит мы отсюда занимаем здесь получается 1 так здесь у нас опять нужно занимать да вот сюда ставим 0 сюда вместо вот этого нуля уже будет 2 а здесь будет 12 минус 1 получается 1 ну а теперь смотрите получилось такие же три единицы как здесь то есть один так 0 вот и все вот то есть вот так выполняется деление ну кстати если вы вдруг попробуйте разделить два числа которые не делятся друг на друга без остатка то у вас в итоге получится остаток где сейчас нас 0 получился потому что это два числа делится без остатка но можно взять какие-то числа которые делятся остатка ну вот допустим если мы возьмем 1 0 1 1 0 1 и попробуем его разделить на 1 1 0 вот на такое ну значит смотрите вот 1 1 1 0 мы пишем вот сюда потому что вот если слева написать то получится сверху меньшее число так нельзя так наш день будет единица и вычитаем 1 0 1 минус 0 будет 1 1 минус 1 будет 0 так а здесь занимаем 1 2 1 2 1 вот так получается так теперь снова смотрим куда нам записать это 110 записываем его вот так здесь пишем единичку здесь вы считаем 1 1 0 0 здесь занимаем 1 вот такое получается так теперь записываем его вот сюда здесь получается 1 и здесь вычитаем 1 так тут занимаем сюда пойдет двоечку сюда пойдет единичка и будет 1 1 а здесь получается 0 можно его не писать то есть посмотрите вот получились две единицы которые меньше чем вот то есть вот эти две единички они меньше чем вот это число поэтому дальше мы делить не можем то есть у нас получился остаток на целом не делиться вот ну такое может быть это и в обычной системе исчисления бывает что два числа без остатка не делится вот то есть это вот такие вот вещи которые сегодня нам нужно с вами запомнить ну давайте теперь посмотрите какое у вас будет домашнее задание вот я тут его записала значит вам нужно три числа перевести из десятичных двоичную дробных числа скобочках я указал 4 это значит до скольки знаков то есть вот сколько раз вам нужно умножать его на 2 как вот мы здесь сделали здесь умножали на 24 раза значит мы сделали с точностью до четырех можно я как говорил да скольки угодно умножать вот и четвертое задание вот такое большое дается выражение его нужно посчитать но в чем тут особенность просто здесь нужно расставить порядок действий и каждое действие отдельно выполнить операцию то есть вот у нас первое действие будет вот это умножение затем пойдет второе действие сложение третье действие деление потом четвертое действие вот это будет и 5 действия вот это ну и шестое последнее будет деление как раз вот все операции которые мы сегодня с вами рассмотрели в этом выражении есть так значит решаем это все в тетрадях присылать мне фотографии никуда не нужно на следующем уроке я вам скажу когда тетради сдавать то есть вот скорее всего на следующей неделе вам нужно прийти в школу и сдать меня на проверку тетради то есть там будет задание которое было к этому уроку вот это задание и еще одно то есть три оценки у вас через неделю будут вот значит если что-то непонятно вы можете почитать эту тему в учебнике это у нас параграф 9 это параграф 9 вот там все это тоже разбирается если уже совсем ничего не понятно значит тогда пишите мне в личку так ну и по поводу проектов напоминаю если кто-то из вас хотел бы делать проект по информатике может тоже мне об этом в личном личное сообщение написать все до новых встреч не болейте